Здравствуйте! Я говорю вам, здравствуйте! Старший лейтенант ушел якобы за доказательствами того, что мы нарушили там какой-то знак, заехали непонятно куда. И пошел разваривать по телефону. Вот уже прошло две минуты с того момента, как он ушел. Ждем еще три, если нет, продолжаем следовать дальше. Так что вы предоставите мне это, вы не предоставили вас? На основании чего? Вы же попросили, я вам предоставил. Совершенно. Что вы мне предоставили? Ну, удостоверение. Ну так вы обязаны. Вы знаете, призвернение до граждан. Предоставьте мне паспорт. Ну как, вы находитесь в оперативной земле. Ну а вы кто? Пограничник? Ну сейчас вызовем наряд пограничника. Хотите? Чтобы я паспорт написал? Ну конечно. В своем уме? А? В своем уме? В смысле? А что вы так сами разговариваете? А как сами разговариваете? У меня паспорт есть. Ну покажите. Вы собираетесь вызывать пограничников, вы сотрудник ГАИ. Ну дальше. Вы меня остановили незаконно. В смысле незаконно? В прямом смысле незаконно. В смысле? Старший лейтенант Лазарев. В прямом смысле незаконно. Как вы нарушаете? А как с вами разговариваете? Как вы нарушаете? Вы нарушаете конкретно. Есть видеозапись, есть видеозапись, есть, с собой у меня нет, как вы контактите, послушайте меня пожалуйста, не перебивайте, я вас прошу как граждан Украины, вы служите гражданам Украины, я вас прошу послушать меня внимательно, как вы нарушаете, стоите под знаком 3.34, когда вы стоите ближе 10 метров, послушайте, исчерпали чем, чем вы исчерпали? Вы получили пешеходный переход и вы дернули знак, старший лейтенант, вы взыскание получили? Насколько я знаю, то Владимир Владимирович Тайчиначев получил вызовы, а и вы получили, но мне в запросе не пришло, получили вы вызовы? Потому что я работаю. Вы не работаете? Я работаю. Вы не работаете? Почему? Когда вы снимете форму и уволитесь с органов внутреннего дела, будете работать, а сейчас вы служите гражданам Украины, или не так вы в присяге говорили? Я ошибаюсь? Не знаю. Старший лейтенант, я думаю мы не будем продолжать с вами дальше дискуссию, мне надо свой автомобиль поставить там. Мы его не поставили. С чего вы взяли? Потому что. Почему? Потому что. Я вам ничего не предоставлю, потому что ваша причина остановки незаконна. Я буду, хочу создать на вас админ протокол. Старший лейтенант. Старший лейтенант. Старший лейтенант, 22-й, частью 1-й. Я же вас попросил доказательства. Я предоставлю это в суде. В суде? Да. Хорошо. Вы вызываете меня в суд в течение 10 дней. Я вас вызывать ни в кое суд не буду. Я приеду. Потому что никаких админ материалов составляться не будет. Почему? Потому что смотрите, есть такая статья 251 КОАП, есть статья 268 КОАП. На основании статьи 268 КОАП я имею право ознакомиться с доказательствами, которые у вас должны быть согласно статьи 251 КОАП. Фото, видео, фиксация. Так предоставьте, будьте любезны. Так как я вам сюда буду нести? Старший лейтенант, конечно. А что я буду? На основании... Я вам предоставлю в суде. Старший лейтенант, на основании статьи 268 КОАП я имею право ознакомиться с доказательствами. Вы мне предоставили. Я же вам предоставил, вы попросили. Предоставьте мне свое, пожалуйста, родительское. Ну, я хочу узнать, как вас... Александр Сергеевич. Александр Сергеевич. Точно. Точно, Александр Сергеевич. Вспомнили. Да. Я понял. Вам трудно убрать данный проект? Я его запаркую на парковочку и все вопросы отпадут. На какой? А? На какой парковку? На он. Видите, где машины стоят? Я на ту парковочку его запаркую. Хорошо, данный автомобиль будет выезжать, я буду их останавливать, составлять административный протокол. Вы будете выезжать, и мне что, вас пропустить, получается? Нет, смотрите, старший лейтенант. Я вас немного подкорректирую, если вы не против. Конечно. Да. Хорошие рации у сотрудников милиции. Я перезвоню, хорошо? Смотрите, старший лейтенант. Повезь тоже нормальный телефон. У меня нет, у меня Nokia. У меня супруга ваша. Смотрите, смотрите, вот золотая только. Вот видите, золотая. И этот. Давайте я вас немного подкорректирую. Вы имеете право составлять админматериалы на данных водителей. Только с наличием доказательств. Есть. Послушайте, пожалуйста, не перебивайте. Только с наличием доказательств, то, что они конкретно сюда заехали. Вы мне передали ключи, я выезжаю. Нас останавливает Владимир Владимирович Тайчуначев и мне говорит... Он уже не работает в ГИИ. А, он уже не работает. Он начальник МГБ, замначальника райдена. Вот, блин, плохо. А восьмерка та самая. Только уже там не коженство, уже сиденье поменял. Я понял. Смотрите. То есть, останавливает ваш, скажем, коллега, сотрудник АИ, говорит Александр Сергеевич. Ваши документы, я сейчас на вас буду составлять админматериалы. К чему? Я же не заезжал. Правильно. Заезжали вы. Да. А я выезжаю. А тот, кто за рулем, тот несет ответственность. Правильно? Нет. Вот вы смотрите. Ответственность, если доказано, что именно этот человек нарушил. В той ситуации вы не имеете права обвинить человека, он не заезжал. Он скажет, я не заезжал, докажите. Согласно статье 63, я там отказываюсь говорить, кто заезжал. Правильно? Ты попроси, пожалуйста, выключить камеру, и я тебе просто, ну... Вы. Я же вам не тыкаю. Хорошо. Александр Сергеевич, попросите, пожалуйста. Я без камеры не разговариваю. Не вам никто не грубит. Нет, старший лейтенант, я же вам говорю. Я вам скажу пару-пару фраз. Вы можете и так говорить? Нет. Не бойтесь, вы можете и так говорить. Я не понял. Мне позвонил товарищ с Киева, приезжал отдохнуть в Херсон, говорит, «Жесть, у вас такой в Скадовске беспредел». Это не моя инициатива. Я подошел к сотрудникам милиции, ГАИ, сделать замечание. Они мне чуть ли не нахрен послали, сказали, «Мы тебя сейчас вообще голову отобьем». Ну. Вот буквально там полтора недели назад. Было такое? Если было фото-видео фиксация, как вы говорите, правильно, предоставьте. Я понял. Правильно. Ну. Я вас понял. Я вас записываю, я вас снимаю. Угу. Пожалуйста, идите, прокуратуруйте с этим, то, что я вам угрожал, убить вас. Хорошо. Старший лейтенант Лазарев, ролик уже будет просто долгий, неинтересный. Ну да. Короче, я поехал. Поставлю машинку, два часа покупаюсь на пляже. Машина будет под присмотром. Под каким? Ну, под присмотром моих знакомых, чтобы с ней ничего не произошло. Не сгорело? Чтобы не сгорело, да. Вот. И... А это ваша машина? А? Вы что, в такси работаете? Или на прокат? Согласно статье 63-й конституции, я отказываюсь отвечать, чья это машина. Документы есть, все нормально, водительское есть, страховки есть, все красиво. Не вижу. Так есть. Ну так покажите. Так основание. Не, просто покажите. Ну старший лейтенант, основание. Ну как? Не, ну вы мне покажите. У нас получился с вами красивый, позитивный ролик. Я думаю, хамством с вашей стороны или с моей он заканчиваться не должен. Видите, сколько автомобилей проехало, вы вот за дизайнерами не заметили. Мы с вами, смотрите, мы с вами мило побеседовали, все, я вам утверждаю, я ничего не нарушал, я машинку там поставлю. А если вас не затрудить, смотрите, вот сейчас вы сюда заехать налево, и там есть стояночка, и поставить туда. Хорошо. Бесплатная? Ну конечно. Хорошо. А, чтобы люди не видели? Как она будет в арене? Нет, я вам просто не знаю. Я понял. Это не мой интерес здесь находиться. Я понял. Мне дали команду. Все. Понятно. А кто у вас начальник ГАИ сейчас? Начальник ГАИ? Да. Он Киркмир Виталий Александрович. Вы еще не знаете, вы с ним не знакомы. Он человек новый, он в МРЭО работал. Ага, понятно. Владимира Владимировича я не увижу, да? Он в райотделе может. Можно к нему на прием сходить. Ясно. Хорошо. Вот налево. Да, понял. Все. Да, конечно. Ну, по человеку. Да, конечно, вопросов никаких нет. Я как законопослушный гражданин пристегиваюсь. Хорошо, можете мне снимать. Хватит. Выключать батарейки. Все. Вот.